В настоящее время в различных источниках информации мы встречаем порой самые противоположные мнения о пользе медицинских масок для защиты от инфекции. Так, МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе. Об этом говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса. Некоторые специалисты в сфере здравоохранения заявляют о том, что носить медицинские маски должны только заболевшей инфекцией или с подозрением на нее, а здоровым людям маски ни к чему. Так, одевать ли медицинскую маску при выходе из дома на улице или нет? Давайте разбираться. В швейной мастерской Ольги Кокориной кипит работа. Маски шьют с раннего утра и до самого вечера. Заказов много и от населения, и от организаций. Изначально мы начали вообще сотрудничать с модной штучкой. Модная штучка увидела у меня маски. И они начали заказывать для себя, для магазина на реализацию масочки. Сначала мы работали с ними, а потом, да, действительно, с Ненинской фармацией мы заключили договор и отшиваем маски туда и на продажу. На пошив одной маски в среднем уходит 30 минут. В ателье уже изготовили несколько сотен средств индивидуальной защиты. Делают их из материала, приятного для носки. При этом мастерицы могут нанести любой принт. Такая незагнулась туда, не попала. Я при температуре 200 градусов. То есть это опять еще дополнительная термообработка, да, термическая, которая убивает микробы. То есть вообще у нас много этапов получается вот этой обработки. Многоразовые маски, в отличие от фабричных одноразовых, позволяют сэкономить, ведь их можно повторно использовать после стирки и глажки. Причем такие маски можно изготовить и своими руками. Это несложно, тем более, что инструкциями и советами по их изготовлению пестрит интернет. Что касается дискуссий по поводу их эффективности для здорового человека, в окружном Роспотребнадзоре рекомендуют использовать маски, так как они создают дополнительный барьер для вирусов и бактерий. Ну маску, конечно же, нужно носить, но мы должны понимать, где ее носить и как ее применять. То есть мы должны носить, но в автобусе обязательно нужно носить маску. То есть первое правило, если вы идете в место какого-то скопления людей, то маска, она обязательно. Если вы вдруг решили погулять в лесу, то может быть она вам там и настолько нужна, да, поскольку там нет контактов, там нет зараженных и так далее. Места массового пользования обязательно. Обязательно нужно помнить то, что ее нужно периодически менять, да, каждые там 2-3 часа. То, что ее нужно правильно утилизировать. Если вы пользуетесь многоразовыми масками, то, соответственно, вы тоже их должны использовать не более 3-х часов, затем стирать и обязательно проглаживать потом утюгом несколько раз, да, чтобы ваша маска была чистой, чтобы вы могли ей снова воспользоваться. Учреждение здравоохранения «Заполярье» обеспечено медицинскими масками в полном объеме. Также средствами индивидуальной защиты обеспечивают работников тех предприятий, которые в условиях режима повышенной готовности остаются на своих рабочих местах. Это обязаны сделать работодатели. В редких торговых точках Нарьинмара встречишь продавца и кассира без масок. Масками также обеспечены сотрудники полиции, волонтеры, воспитатели дежурных групп детских садов. Сегодня и телевизионщики идут на съемки только в масках и перчатках. Что касается свободной продажи медицинских масок в аптеках города, то их здесь пока нет. Что касается масок, то это, наверное, проблема всей страны. Я уже говорил об этом, что, например, если брать Россию, производство масок в стране сейчас возобновили с регистрационными удостоверениями где-то в пределах 2 миллионов. Это в сутки. Потребность медицинских организаций больше 10 миллионов. Давайте мы сперва обезопасим тех, кто лечит, именно кто в очаге находится. Это не исключает повестки того, что нужно решать вопрос по населению. И на сегодняшний день Архангельской областью Александр Атачеван Цибульским решен вопрос о поставке масок в Архангельск в большом объеме, где наша есть партия 200 тысяч масок. И сегодня через Центр развития бизнеса выделяется кредит под небольшие проценты, чтобы у нас фармация могла приобрести эти маски и чтобы они в рознице появились в ближайшее время. При носке защитных масок необходимо помнить о правилах их использования. Аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской. Во время использования не касайтесь маски руками, снимите маску, используя соответствующую технику. То есть не касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади. Меняйте маску на новую чистую сухую маску, как только она становится влажной, и не используйте повторно одноразовые маски.